Всем доброе утро. Я сегодня, конечно, оделась тепло, но сегодня, ой, да, тепло. Сегодня уже не так холодно, как вчера было, даже, может, так жарко. Но лучше я оденусь теплее, чем потом буду мерзнуть. Сейчас иду в центр, в обувный магазин. Хочу посетить какие-то, может быть, кроссовки себе, потому что в туфлях-то, в принципе, удобно, но мне не совсем удобно. Я, в общем, утро включаю комментарии, но почитаю, что за дочь могли написать. И читаю то, что, в принципе, как-то меня рассмешило. Давайте я, наверное, об этом скажу уже, когда приеду на место, там, наверное, будет потише, потому что здесь очень громко, ничего не слышно. В общем, всем доброе утро, хорошего дня, надеюсь, вы проведете так же хорошо, как и я. Сегодня слегка немой день. Хотела зайти в простор, купить себе такую расческу, знаете, маленькую с зеркалом, чтобы можно было в сумку ложить. Там такие, к сожалению, разобрали. Дети кричат. Сейчас ищу банкомат, надо снять наличку и пойду что-нибудь посмотрю недорогое. Мне еще один магазин подсказали, что вы идете вместе со мной, а потом, может быть, сходим на набережную. Возле театра Шевченко здесь именно на книжном рынке много, кстати, магазинов. И, ну, как, ну, не прямо на книжном, а возле или в нем. Всякого конфиската или тех же саконфренда. Я, кстати, на палец был, я тебе купила. Короче, зашла в три аптеки, нету того крема, что мне посоветовали. Ну, я купила вот такие пластырь, бактерицидные, здесь 20 штук. Нужно на долг хватить, 37 гривен стоит вот такая упаковка. Волосы в одну. Вот это что за штука, кто знает. Я так прохожу, прохожу, я так понятное не имею, что это. Может, я из села не знаю, что такое. Видите, какая дешевая семья и не сходила. Вчера, по-моему, было. Ни настроения, вчера ничего не было. Сегодня дует ветер, а я потом буду идти уже на набережной. Одену наушники, тогда будем через микрофон, наверное, тогда будет лучше слышно. Сейчас мне пару метров пройти, и уже будет магазин. И нет смысла их вытаскивать. Классный фонтан такой. Ну, особо архитектурного какого-то значения, да, вот как возле оперного нет. Но, тем не менее, все равно красивый. Ребята, тут ветер дует, поэтому я стараюсь наушники, но я думаю, что оно может шуршать. В общем, вот такие купила я шлепки. Я хотела взять, ну, чьяка называется, не знаю. Шлепки, не шлепки. Она песня Поляковой сразу. Сейчас покажу, какие они. Я хотела сначала макосины взять, они были дешевле, 140 гривен. Но я подумала, что у меня они уже есть, и вместо макосины я могу носить вот эти туфли, кстати, вот пластырь. Да, я королева аптек. Мне там уже написали, что у меня здесь не правда, только одни аптеки. Ну, ситуация бывает разная. ЛНСФЮ Бэйли София какая-то. Вот такие коричневые. Я считаю, что они плохие. Потому что там были на высоком сильно, это такой средний подъем. Вот. Какие-то бумажки внутри. Вот эти штуки прикольные, помню, с детства. Где-то что написано? 329 гривен они стоили. Мне кажется, такие симпатичные, можно будет здесь поносить. Я потом еще себе какие-то посмотрю. Я любитель обуви. Сейчас я померяю, вам их покажу. Вот такие шлепанцы. Че я их называть не знаю. На высоком, у меня, правда, с ногами в последнее время проблемы, нужно будет сходить в больницу. Сейчас вещи перевожу. Встану, вам покажу. Мне кажется, очень удобные. Вот. Главное, что мне не будет тереть мазон. Ветер сразу дует. Когда у меня от себя не заглядки шлепали шлепки. В общем, вот такие стоят 329 гривен. Мне, наверное, по обуви больше всего бюджет для Днепра не приобойдется. Сейчас вам расскажу за комментарий. И, наверное, буду уже чапать домой. В общем, так, короче, ребята, рассказываю. С помощью своего микрофона. Какая рецептка. Сегодня утром просыпаюсь. Я просто очень много, вернее, очень долго смеялась с этого. Ну, как бы, на этой ситуации случаем. Но сейчас я расскажу, за что я говорю. Мне написали комментарий о том, что в том видео, где кусочек был на СМВ, в нашей беседе с СМВ. Там сзади было написано на двери, люди тварь, или что-то типа такое подобное. Ребята, я без задней мысли. Я не искала какую-то дверь, чтобы встать именно на ее фоне, записать это видео. Это получилось абсолютно случайно. Потому что мы после спектакля, там начался маленький дождик. И подождали СМВ, а вот и все. То есть мы сняли кусок видео, но мы не думали, на каком фоне мы стоим. На микрофон уходит. И вообще в этом смысле. Может, люди об этом задумываются, конечно. Я об этом... Тут шелка на бок. Как? Я об этом вообще не подумала. Я сегодня очень долго смеялась. Особенно пересматриваю видео. Я, наверное, не заметила, на каком фоне мы стоим. То есть я просто, как бы, ну, монтировала. У меня просто такого еще, такой смешной ситуации. Еще не было. Смех смехом. Хочу сейчас купить еще клубнику. Купить клубнику. У меня, наверное, нет наличных денег. Еще написали о том, что я там никуда не хожу. Только по аптекам. Ну, ребята. И то, что однепра я, типа, ничего не беру. Можно я как-то для себя, да, решу? То, что я беру однепра. То, что я не беру. И что для меня важно, что нет. Я не последний раз приезжаю в Днепр. Если я что-то не увижу в этот раз, я обязательно это увижу в следующий раз. Здесь было слышно хорошо. Еще ветер дует вообще, какие-то помехи. Волосы в одно место. Дую. Дую с Пекина. Хорошо на набережной. Только здесь более прохладно, чем в центре. Хорошо, что я курточку одела. Сейчас немножечко еще, наверное, пройдусь. Вот. И поеду в центр. Я там видела клубнику. По-моему, стаканчик 20 гривен стоит. Я не знаю, сколько сейчас она должна, по сути, стоить. Ну, мне хватит стаканчика. Хотя я уже в этом году, я уже один раз попробовала. Желание забыла загадать. Поэтому, кто пробует какой-то фрукт или что-то такое, или овощ, да, в первый раз в этом году, обязательно загадывайте желание, и оно обязательно сбудется. Вообще, живите позитивно, и, наверное, смотрите вокруг, но не до такой степени, вот как я живу. Я не увидела эту надпись. Но я сейчас долго буду, наверное, об этом вспоминать, об этом комментариях. Ничего плохого в этом нет, но просто как-то вот такое видео. У меня всегда такое получается. Я всегда странно, какие-то странные видео получаются. Поэтому не удивляйтесь. Давайте сейчас с вами подрем к воде, покажу сегодня такие волны хорошие, и пойдем в центр. Я хочу сказать, что сегодня понедельник, но людей достаточно. Гравляют мамы, там, с животными, с собаками. Пока кто рыбачит, не вижу, потому что, наверное, холодно сегодня. Вообще очень красиво. Я очень рада, что эти кадры, вот, да, вот обычная, вроде бы, набережная, для всех тысячу раз уже показанная. Для меня все равно эти кадры важны. И нужны. Такая моя история жизни, очередная глава. Интересно, кстати, сколько вот глав в жизни у человека. Вот рождение, да, потом, ну, по возрасту можно как-то отмерять, или по событиям, как вы считаете, отмеряются главы в жизни. Вообще небо классное. Хорошая сегодня погода. Можно было, у меня ничего не пшеницы, ничего такого нет, голубей, по крайней мере. Здесь их очень много. Березка очень красивая такая, пухая вывелась. Березка, птичка, да, все подробности. Остеница, кстати, очень классная. Мне кажется, если бы она работала, было бы очень классно. Было бы такое-то освещение ночное, когда едешь. Вообще, был бы кайф. Мусорные, кстати, эти баки есть. Вот здесь есть баки, есть здесь маленькие мусорки. А вот там, когда мы гуляли, там вообще почти ничего нет. И это не очень хорошо. Голубям что-то насыпали, не едят. Кто-то есть, кто-то плавает. Какая-то вот пенка на воде. Вода ужасно грязная. Кто-то еще и купается. Экстремалы. Деревья как-то растут странно. Или кусты. Еще очень классно. Хватит свои туфли не уронить. Уже свои, потому что я решила в этих пойти. Свои туфли надо не уронить. Никак не могу выбраться к Лешиной сестре туда. Когда будет как-то на днях съездить. Но очень мало дней осталось. Уже понедельник. Уже прошла неделя. Еще очень-очень мало времени осталось. Все зеленое. Класс. И ты тут бегаешь, да? Сейчас, коти, ты птичка. Ты тут бегаешь. Так, все, я от воды отхожу, потому что я когда-то здесь гадюк увидела. Встречаться с ней еще раз у меня нет желания особо. Люди фотографируются. Как раз самая пора. Для селфи, да? И просто для фото на память. Очень хорошее место. Повезло здесь. Не про петровчанам, что у них есть такая набережная. У нас просто возле речки можно, но это все равно не то. Пальто. Где-то здесь должна быть клубника. Вот как раз здесь покупали. Ну, вернее, не я покупала. Хорошие. Видите, очень много, кстати. Можно стаканчик клубники? Выбирай. Давайте вот этот. А, нет, вот этот. Стакан клубники. В общем, дома я уже покажу. За 20 гривен. Я не знаю, сколько здесь рам. Пусть я на рынок идти не хочу. Показывала вам асфальт. Люди так смотрят, так телефон держишь, знаете, поснимаю. Она так посмотрела, женщина на меня. Так, сейчас у меня должна идти в банкомат. По-моему, есть в Варусе. Снять день, если можно идти домой. Надо, правда, в это газа идти, потому что у меня вода уже закончилась. Вот. Ай, ненавижу брусчатку. Ненавижу. Всё, ребята, я уже дома. Уже где-то, не знаю, сколько час есть, нет ещё. Не могу сейчас посмотреть. Вот такую клубничку я купила сегодня. Ну, она разная, видите. Мне кажется, очень классная. И я ещё купила, захотела себе вот такое мороженое, очень вкусное, руть, пломбир. Сейчас я буду эту клубнику. Макат в мороженое. Буду кушать. Тут надо приготовить себе кашу будет. Не знаю, может быть, вечером куда-то пойду. Нет. На улице, кстати, жарковато, можно так сказать. Всем приятного аппетита. Получайте позитив. И радуйтесь жизни, радуйтесь вот таким мелочам, например, как клубничка. Всем хорошего дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...